Пусть небольшая, но в этих стенах первая и своя. На месте строительства новой ледовой арены наряжает елку. Она создаст праздничное настроение. В настоящий момент на объекте площадью 28 тысяч квадратных метров завершена работа по возведению каркаса устройству ледовых полей. Выполнен монтаж систем вентиляции, электроснабжения и освещения. На сегодняшний момент мы видим, что работы идут с опережением графика. Здесь, конечно, однозначно сказывается очень серьезная взвешенная позиция губернатора Самарской области по поводу того, что данный объект необходим гражданскому обществу как возможность реализовать одну из главных конституционных наших прав и свобод – это право на здоровый образ жизни. Строительство объекта ведется при поддержке федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография». В здании дворца уже смонтированы инженерные системы отопления и вентиляции. Это позволяет строителям работать в комфортных условиях. А также установлено холодильное оборудование. В перспективе, помимо ледовой арены, здесь появится баскетбольный зал и зал для хореографии. Будет в три раза больше полей, скажем так. Если раньше было одно ледовое поле, сейчас три полноценных ледовых поля. Два поля для занятий фигурным катанием или хоккеем и одно поле для керлинга. Зал для керлинга – уникальный проект для Самарской области. Игра чем-то похожа на боулинг и не требует специальной спортподготовки. С той разницей, что залов для боулинга в городе десятки, а площадка для керлинга в новом дворце спорта станет первой в регионе. Зал для керлинга будет вмещать до 50 зрителей. Тренироваться спортсмены будут на четырех дорожках, которые на данный момент отстраиваются. Аналогов спортплощадки пока нет ни в регионе, ни в городе. Кажется, в 2021 году мы сможем с гордостью сказать – областная столица осваивает олимпийский вид спорта. В связи с пандемией коронавирусной инфекцией на объекте соблюдаются все санитарные нормы и правила действующего режима. Ежедневно проводится санобработка рабочих мест, на площадках имеются дезинфицирующие средства. Необходимая обработка поверхности осуществляется по графику. Сдать объект в эксплуатацию строители планируют к осени 2021 года. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать – это как раз тот случай, когда новый друг лучше старых двух. Ольга Павловна, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok